Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов и сейчас я покажу вам настоящую шахматную магию. В своеменных шахматах на высоком уровне выиграть у соперника на заказ черными фигурами кажется неразрешимой задачей, особенно если против тебя молодой амбициозный гроссмейстер, но чемпион мира Магнус Калсен с легкостью справляется с такими задачами. Итак, Вейканзе, второй тур, белыми играет немецкий гроссмейстер Винсент Каймер против чемпиона мира Магнуса Калсена. Винсент играет Д2-Д4 и Калсен выходит в защиту Грюнфельда. Ну что ж, конь Ф3, слон Ж7 и здесь слон Ж5 играет Винсент. Черные отправляют коня на Е4 и слон спокойно отступает на клеточку назад. Взятие на Ц3, взятие пешкой и в этой позиции чаще всего черные применяют ход Ц7-Ц5. Также неоднократно так играл сам Магнус Калсен, но в этой партии Калсен явно планировал играть на победу, поэтому он избирает более редкое продолжение и ставит пешку на поле Ц6. На первый взгляд этот ход намного более пассивный и, казалось бы, оставляет за белыми больше шансов на получение перевеса, но, тем не менее, хотя бы здесь нет быстрых упрощений игры. Белые играют Е3, укрепляют центр, короткая рокировка, и вот что интересно, эта позиция уже встречалась. В практике чемпион мира лишь однажды в партии против Хикару Накамура 2012 года, там Накамура немедленно разменялся на поле Д5 и сыграл Ц4, подрывая центр. Калсен спокойно вывел коня на Ц6, белые попытались захватить пространство ходом Ц5, и естественная реакция это связать коня на поле Ф3, потом размен на поле Ф3 и удар по центру. Е7, Е5 наносит Калсен после размена на Е5. Белые, конечно, могли здесь выиграть пешку, побить центральную на Д5, но после шаха приходится решаться рокировки, и здесь у белых тяжелая ситуация, у черных мощные компенсации, король белых без рокировки, и можно невзначай даже проиграть эту партию, поэтому Накамура решил не рисковать, просто рокернулся, и после размена на Ф3 партия довольно быстро перешла к абсолютно битой ничейной позиции, которую соперники еще покатали, но в итоге на 33-м ходу согласились в ничью. Итак, напоминаю, 2012 год, это последняя партия Калсена в этом варианте, и там Накамура разменивался на поле Д5, здесь же Винцент играет чуть более амбициозно, немедленно ставит Ферзя на поле Б3, пока что не допуская черного коня на Ц6. Ну что ж, последовало Ферзя опять, белые продолжают развитие. В принципе, мне кажется, что помимо хода слон Е2, вот уже в этот момент имело смысл разменяться на поле Д5, и потом только сыграть слон Е2, поэтому в случае белые получали крепкий центр и не теряли темпы, а вот после немедленного хода слон Е2, Калсен немедленно пользуется некоторой дисгармонией в позиции белых фигур и бьет на Ц4, заставляя белых сделать второй ход слоном подряд. Таким способом черные выиграли темп и теперь выводят коня на Д7. Идея в том, что в случае короткой рокировки Калсен готовит перевод коня на поле Б6, и в случае отступления слона конь идет на поле Д5, и оказывается, что пешка Ц3 и слон Ф4 под боем. Видимо, Винценту это не понравилось, и он сделал ход слон Ж5, нападая на пешечку на Е7. Ну и попутно нельзя защищать эту пешку ладьё из-за того, что у нас вот здесь диагональ работает, эта пешка Ф7 тоже под поицелом, поэтому сначала Б5, сгоняем слона, потом ладья Е8, защищаем пешку, белые наконец-то сделают короткую рокировку, и конь Б6, мы видим, что черные вместо того, чтобы подрывать белый центр, пешку Д4, которая очень надежно укреплена своими товарищами, вместо этого черные пытаются оккупировать белые поля, в частности поле Т4 и поле Д5. Ну что ж, Винцент решает немножко захватить пространство ходом Е4. Получает слон Е6, отступает ферзём, и здесь типичная контр-игра для защиты Гюнфельда. С6, С5, Калсен вскрывает большую диагональ, и все его фигуры начинают работать с невероятной скоростью. Теперь принципиальный вариант, на который должны были пойти белые, это взятие пешки на С5. Казалось бы, после хода коня А4 все белые пешки слабы, и черные должны быстро откушать их, как опавшие листья, но оказывается, что конкретный ход конь Д4 позволяет белым держаться. Держаться после взятия здесь, забираем на Е6, взятие-взятие, черные выигрывают качество, но однако в этой позиции. Вот еще красивый вариант, можно в принципе побить немедленно коня на Е6, но там сдвоенные пешки, ослабленный король, поэтому сначала ферзь С3, нападая на ладью, потом ферзь Е5, и оказывается, что под боем конь, под боем слон, и коню особо некуда отступать. Белым лучше всего побить пешку на Б5, и потом пытаться получить компенсацию за счет проходной пешки по линии С. Ну и вот этот вариант, видимо, был лучшим, на что могли пойти белые, здесь у белых есть компенсация за отсутствие качества, но ничего больше. В партии же Винсент играет вроде бы более принципиально, продвигает пешку на Д5, но в итоге это играет только на руку черным, ведь скрывается большая диагональ, пешка С3 теперь слаба, но и пешка Д5 удобная зацепка до атаки. Итак, подрываем пешку ходом Е6, белые нападают на пешку Б5, задвигаем центру путем С4, взятие на Е6, взятие ладьей, и теперь в вариантах пешка на поле Е4 становится достаточно слабой. Белые попытались коня на Д4, размен слонов, и здесь Калсом просто защищает пешку на поле Б5, чтобы ни в каких вариантах эта пешка не висела, и дальше спокойными маневрами усиливает давление. Напали на ладью, ладья отступила, белые укрепляют центральную пешку, конь идет на край доски, вроде бы нас учат, что конь на краю доски стоит плохо, но здесь конкретный момент, через поле А4, конь переходит на С5, оттуда он атакует пешку, стремится на поле Д3, и в общем, это типовой такой маневр. Ферс отступил, конь перешел на поле С5, еще раз напали на ферзя, ферс отступает на С6, ну и здесь, видимо, лучшим был бы ход конь Б4, и потом Ф3 укрепляет таким способом центральную пешку, но просто после хода А5 и Ф5, черные все равно подрывают позицию и получают серьезный перевес. В партии же последовал ход С5, с угрозой объявить коневую вилку, и чемпион мира как будто бы не замечает такую мелочь, просто бьет центральную пешку, выбивая опору из-под белого коня, шах на Е7, Магнус просто жертвует качество, и забирает еще и пешку С3, в итоге у чемпиона мира конь против ладьи, плюс еще две пешки, и эти пешки очень далеко продвинуты, поддержаны дальнобойным слоном, и видно, что здесь белым очень непросто. Но надо отдать должное Каймеру, он достаточно долго сопротивлялся в этой партии, чемпион мира накатывает пешки, Каймер ничего пока не может сделать, но вот пытается какую-то контр-игру, Х4, потом Х5 играет, какое-то беспокойство для черного короля, Магнус холодно забирает пешку на Х5, говорит спасибо, забрали на С3, взятие слоном, ферс отступил на поле Е2, ну, видимо, здесь с последним шансом заключался ход ладья Е5, такая тактическая амулька, что нельзя бить на Е5 из-за взятия на Д3, и здесь у нас связка по диагонали, но даже после ладья Е5, А4, черные пешки катятся вперед, и пешки королевского фланга не играют особой роли. В партии же было ферс Е2, черные централизовали ферзя, шаг, король просто отступил, ладья поднимается на Е3, и А6, очень аккуратный ход, чтобы в случае чего у короля было отступление на поле А7, белые разминивают ферзи, Кассет спокойно соглашается, надвигает пешку на Б3, взятие, взятие, в итоге отыгрывает качество, и все переходит в Эншпи с двумя лишними пешками у черных. Конечно, здесь есть одна сдвоенная, и казалось бы, что он может сопротивляться, но чемпион мира буквально железной рукой доводит это до победы. Сначала пытается пойти королем на ферзевый фланг, потом передумал, пошел королем обратно, вернулся на королевский, белые стоят на месте, напали на пешку Ж2, защитили ладьей, ладья вернулась, Ф6, пока аккуратно готовим движение короля, и вот Ж3, это, конечно, ход, который ускоряет развязку, поскольку после хода ладья Ж5 выясняется, что пешку на Ж3 защищать нечем. Взяли пешку на Ж3, отдали пешку на А5, и крайняя пешка побежала вперед, оказывается, что задержать ее здесь практически невозможно. Например, король Ф2, ладья Ж5 играем, потом король на А5, и постепенно эта пешка пройдет в ферзи. В партии последовала ладья А8, ну и вот король вышел на А5, ладья отступила, закрылись от шаха, и пешка пошла вперед. Оказалось, что держать эту пешку просто невозможно. Вместе с королем пешка неминуемо идет вперед, но вот в этой позиции заход до движения черного короля вперед. Белые признали себя побежденными. Уникальная, конечно, партия. Казалось бы, что белыми играл достаточно крепкий игрок, и он не сделал ни одной серьезной ошибки, ни одного какого-то явного зевка, но тем не менее ход за ходом он был переигран чемпионом мира и буквально проиграл без всякой борьбы. Вот она сила Магнуса Карлсона. Карлсон теперь подключается к группе лидеров турниров Вейканзея. Ну а кому понравилась партия, не забывайте поставить ваш королевский лайк и подписаться на канал. С вами был Евгений Шувалов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова